Возможно, некоторые из вас не темевают, почему же мы пригласили вас в такой темный зал. Здесь еще ничего не видно и совсем нет света. Но, поверьте, дорогие друзья, по нашим меркам, по средневековым меркам, этот зал освещен достаточно хорошо. Средневековье совершенно не зря называют темным временем. И темным оно было не потому, что было очень много денег, как вы знаете, страшных пожаров, было много войн, сражений. Из других привычных средневековья, о которых мы не будем сегодня говорить, потому что наша встреча посвящена не этому. А темных в этом времени было действительно, потому что всем привычного нам электрического света еще не было. Сегодня этот зал легко осветить щелчком пальца. И он будет ярким, белым, парадным, нарядным, можно любые применить к нему и видеть. Тем не менее, в прошлом подобное освещение считалось достаточно хорошим и достаточным для проведения мероприятий. У многих из вас день сегодня начинается... Во сколько вот вы поступаете? Во сколько ты поступаешь? В шесть утра! По-твоему утра? Нет? Неразно, да? А у вас же сейчас? В шесть утра? Да ладно. Каждый из нас, даже самый маленький, ложится тогда, когда солнце уже давно село, за горизонтом. Да? Согласны с этим? Даже самый маленький ложится, когда уже, когда на улице давно темно. А дома нам освещают все электрические средства. Так вот, друзья мои, распорядок среди немецкого у человека совсем не таким, как наш. Трудовой человек, который трудился руками, его день был подчинен сон. Он вставал с процветом, работал пока тепло. И, как только сон-то заходило, работа ему прекращалась. Он мог заниматься интеричными диванами, может быть, да? Ну что еще? Телевизор посмотреть тогда. Мог телевизор посмотреть? Да! Конечно! Самый милый день. Конечно же, ни телевизора, ни интернета, ни привычных нам телефонов. Ничего этого не было, поэтому человек, трудовой человек, занимался какими-то своими бытовыми делами. Кроме того, работать предпечатать с открытым огнем в нашем городе, в Средневековье далекое, было не просто нельзя, но даже запрещено под страхом телесного наказания. За это могли выбрать отношения. А как вы думаете, почему, мои юные друзья? Пожары. Пожары, конечно же. Любое неосторожное обращение с огнем могло вызвать страшный пожар. Ну вот, друзья мои. Конечно же, знатные и богатые, предстоятельные люди, рыцари, да, кто еще мог быть богатым? Бюргеры, да, богатые купцы, они, конечно же, их день, конечно же, не был стопильно подчинен солнечному свету. И, тем не менее, они так же, как и все люди Средневековья, вынуждены были мириться именно этими обстоятельствами. Сегодня один из самых коротких, вчера был, да, вчера, наверное, 21, было. Сегодня самый короткий день и самая длинная ночь. И именно сегодня мы пригласили вас на это мероприятие, которое посвящено рождественскому празднику, несмотря на то, что это Рождество, это целые три дня, три-четыре дня. Уже, да, не плов с математикой всегда. Вообще-то, нам это не обязательно. Так вот, друзья мои. Изрослые дети верили в волшебство. В волшебство. Волшебство Рождества. Все это было связано именно с темнотой. Именно с тем, что в самое темное время года приходит самый светлый праздник. Рождество отмечали везде. Его отмечали в пахотных и богатых замках, в дворцах, освещенных тысячами свечей. Его отмечали и в самой бедной лачуге, в которой видилась, в лучшем случае, одна лучинка. То есть палочка, зажженная огоньком. Так вот, друзья мои. Сегодня мы с вами из нашего пахотного, освещенного, не тысячи, конечно, свечей, тысячи электрических свечей замка, отправимся в город, для того, чтобы отпраздновать Рождество в каменном доме рыцаря. Рыцарь приглашает вас в гости, для того, чтобы послушать звуки, которые будут исполнять министрели наши замковые, и, соответственно, угоститься. Но для этого нам придется пройти все тяжелые решения в средневековой улице. Друзья мои, я приглашаю вас. Берите фонари. Ночь темна. Берите, будьте осторожно, горячее. Берите, будьте осторожно, горячее.